Материал Мы все знаем такое прекрасное слово, как материал. Из материалов создается все. А что означает это слово? И здесь необходимо вернуться в те времена, когда человечество только начинало украшать мир своими собственными созданиями. Главным строительным материалом древности является древесина. Слово «материя», которое восходит к латинскому слову буквально «матер», то есть «мать», в латинском языке означало не что иное, как, как мы бы сейчас сказали, древесные материалы. Или просто дерево. И именно из дерева создавалось практически все в древнем мире. Ну, если, конечно, оставить в стороне камень, использовавшийся только для сакральных целей или для создания самых важных инструментов. Дерево же было любимым инструментом, точнее, любимым материалом человечества. И во многих странах, в частности в России, оно остается таким любимым материалом до сих пор. По-гречески материал будет «юле», слово которое однокоренное с латинским «сильва» и означает буквально «лес». «Юле» — это то, из чего создается все, что угодно. В частности, писатели, перед тем, как писать историю, набирали так называемые «юле гисториас», то есть, по-русски говоря, материалы, из которых впоследствии создавалось уже художественное произведение. И здесь очень важно, что саму эту материю, сам этот материал человек не создает. Этот материал в буквальном смысле слова является матерью предметов, а человек в таком случае является их отцом. И именно это фиксирует латинское слово «материя». И получается так, что человек и природа в создании вещей из дерева являются как бы, если угодно, родителями, некой супружеской четой. То есть, они совместными трудами порождают изобилие разного рода искусственных предметов. И интересно, что в русском языке слово «древесина», слово «дерево» не приобрело характера такого универсального материала. У нас вообще не родилось такое слово, которое бы обозначало любую некую исходную материальную форму предметов до ее обработки. Это связано с тем, что и в латыни, и в греческом слово «материя», слово «материал» родились благодаря в том числе и усилиям философов, которые, занимаясь поиском первоосновы, поиском праматерии, стремились обнаружить вот то самое изначальное, единственное проначало, которое, собственно, только и достойно называться словом «материя». И в древности самым подходящим элементом для этого считалось дерево, но потом философы углублялись дальше, шли к синтезу, к анализу и пришли к тому, что либо мир состоит из неких микроединиц атомов, и тогда материя — это то, что из этих атомов собирается в материал, либо, как учили некоторые, мир вообще состоит из пустоты. Как оказалось, истина посредине. Атомы существуют, но они пусты внутри. Но это уже другая тема.